В начале было слово, а почему? Это последние слова последнего фильма Андрея Тарковского. Вопрос, который он как бы оставил после себя. Меня зовут Максим Заговор. Сегодня мы поговорим о фильме «Жертвоприношение», о том влиянии, который оказал этот фильм на весь кинематограф, и о том влиянии, который оказал на весь мир сам Андрей Тарковский. Начнем. Ни одно из искусств не может зафиксировать время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. Итак, «Жертвоприношение». Впервые эту картину увидели на Каннском кинофестивале в 1986 году. Премьера состоялась 9 мая, важнейший календарный день для страны, но в стране, своей стране Андрей Тарковский на тот момент не жил. Формально два года, потому что в июле 1984-го он объявил на пресс-конференции о том, что не вернется на самом деле уже более пяти лет после работы над ностальгией своим предыдущим фильмом. В день премьеры Тарковский понимал, что оставляет завещание. За полгода до этого врачи диагностировали ему рак легких. Тарковский болел. На церемонии награждения приз жюри, то есть серебро, а ведь, кроме того, в Каннах картина получила и награды за лучшую актерскую игру, и приз экуменического христианского жюри. Так вот, награду получал сын режиссера Андрей Тарковский-младший. Благодарность зрителям, корреспондентам, жюри и кинокритикам этого фестиваля, которые так горячо приняли новый фильм. Но давайте начнем сначала, с самого. В своих дневниках Андрей Тарковский написал, что родился в Юрьевце. Это не совсем так. Он появился на свет на другом берегу Волги, в селе Завражье. Тогда, впрочем, особой разницы не было. Ну, Ивановская область и Ивановская. Нынче Завражье уже область Костромская. А Юрьевец? Что Юрьевец? До ближайшего крупного города, собственно, Иваново, 170 километров. До ближайшей железнодорожной станции в Кенишме 60. Он не то чтобы изолированный, но точно отделенный от всего остального мира. И, кажется, именно таким его и запомнил режиссер. Стояли мы с мамой как зачарованные и смотрели на эту красоту. И не могли оторваться. Но там прожил всего полгода и, конечно, ничего не запомнил. Детство маленький Тарковский провел между Москвой и, собственно, Юрьевцем. Каждое лето. Военные годы тоже здесь. Вот в этом доме. Дом, на самом деле, в военные годы был коммунальным. Здесь примерно проживало пять семей. Тарковские жили только лишь в одной вот этой комнате. Вот в этой комнате. А в других комнатах жили другие семьи? Все верно. Другие семьи жили по соседству. Пять семей в одном доме. Четыре человека в одной комнате. Вот здесь жили Тарковские. 15 квадратных метров на всех. Андрей Тарковский спал на раскладушечке. Вот что это деревянно-трепишная, переносная полевая раскладушечка. Таким образом он спал. Как раз в те годы ему, он учился в третьем и четвертом начальном классе, умещался и спал на этой раскладушке. Из воспоминаний Андрея Тарковского. Это было тяжелое время. Мне всегда не хватало отца. Когда отец ушел из нашей семьи, мне было три года. Жизнь была необычно трудной во всех смыслах. Тема отца – одна из центральных в жертвоприношении. Тема зависимости ребенка от родителя. И наоборот. Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас продолжим историю Тарковского. Что такое кино? Он, конечно, узнал в другом возрасте, но в искусство был погружен с детства. Андрей Тарковский в детстве ходил в музыкальную и художественную школу, но не хотел быть ни художником, ни музыкантом. Позже он говорил, что имел растительный характер. Мало размышлял, больше чувствовал, воспринимал и что-то искал. В подростковом возрасте он подумывал о профессии дирижера. Затем недолго проучился в Институте Востоковедения, на год уехал в экспедицию по Сибири и только потом стал снимать кино. То есть именно после этой экспедиции Тарковский решил стать кинорежиссером. По возвращении из нее в 1954 году он подал документы во ВГИК и был принят на режиссерское отделение в мастерскую Михаила Рома. Выбор этот был скорее случайным, чем осознанным, признавался Тарковский позднее. Но именно Ром повлиял на него больше других, на его творческий метод. Кстати, а что это за метод? Как вел себя на съемках Андрей Тарковский? Вот невероятно показательный момент. Замысел жертвоприношения начался с горящего дома, который увидел в своем воображении режиссер. Это была самая важная сцена, эмоциональная кульминация картины. Но во время съемок что-то пошло не так. У камеры, за которой стоял великий оператор Бергмана, а потом и Вуди Алина, Свен Нюкфист отказала гриферная система. Пленка встала. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот этот нет, этого куска, когда Эрнон туда бьет. Его нету? Да, когда камера поломалась она тогда. Ой. Так чего ж ты сейчас-то не сказал? С клеем из того, что получилось, сказали тогда продюсеры. Никогда, ответил Тарковский, не будет этой сцены, не будет фильма. Он никогда не шел на компромиссы, чего бы ему, да и всем остальным это не стоило. Через три дня на том же месте стоял новый дом. Вы видите, что вы снимете сегодня? Все будет в порядке. Так вот, еще раз об этой бескомпромиссности, об этом уникальном творческом методе и философии режиссера. Мы поговорили тоже с блистательным автором, учеником Тарковского, ассистировавшего ему на Сталкере, с Константином Лопушанским. Тарковского, когда он на съемках, что он хочет от своего фильма? Ой, какой сложный вопрос вы задаете. Понимаете, сама эта фигура, особенно в то время, это глубочайший мистик в основе своей человека. И его произведение, это на твоих глазах создается некая магическая реальность. Вот иначе не назвать. Вот у него человек, который ничего не случайно, потому что он ли был таким, или его так вела судьба, или его так Господь Бог вел. Но вот эта аура вестничества, так померанцев, такой замечательный философ, он назвал, разделяя вслед за Данилом Андреевым, что есть вестники, а есть пророки. И в культуре в основном вестники. Он назвал, что один из вестников великих, это Андрей Алексеевич Тарковский. Жертвоприношение, его самый мистический фильм? Ну, не самый, собственно, все фильмы его мистичны, но судьба этого фильма очень мистична. Паула Волкова пишет, который очень хорошо понимал и знал Андрея Алексеевича, что, наверное, задумая этот фильм, он знал о своей болезни. У него было предчувствие, был странный сон, когда он увидел вдруг там себя, свое больное, легкое там, ну вот так было, в общем. И, возможно, это было. А дальше, с пониманием ли это он писал, потому что в начале сценарий был о человеке, с которым происходит чудо, излечивается он от тяжелой болезни, и благодаря женщине, которую условно называли ведьмой, в светлом смысле, так сказать. Вот. И потом то, что происходило в его судьбе личной, ну, не хочу пересказывать бульварные новости, но это не бульварный факт известный, он был влюбленный в это время, так сказать. И после его смерти уже практически сразу родился у него ребенок там. Линия-то шла, и сюжетная линия через эту любовь, через отношения с этой женщиной-служанкой, и вот его желание, что, ну, в данном случае, мир изменится, и судьба изменится. Какое-то завещание есть, конечно. Поклонение волхвову картины, она вся пронизла не просто религиозным смыслом, а глубокими личными смыслами. Его уникальность в том, что он был предельно искренний художник, и к этому призывал нас, ну, вот, студентов или тех, кому он помогал. Боже мой, какая же она страшная. Леонардо всегда внушал мне страх. Боже мой, это приношение недавно было в повторном прокате, хоть и коротком. Сейчас мы его показываем по телевизору. Как его смотреть-то сегодня? Смотреть, как некое духовное откровение огромного мастера, который определил культуру в 20 веке. И определяет ее дальше. И поэтому, как смотреться? С благоговением, с замиранием сердца. Повторим вопрос, как сегодня смотреть «Жертвоприношение», как нам разобраться в этом фильме. В канун съемок Тарковский прочел в одной из лондонских церквей эдакую лекцию проповедь. Слово об апокалипсисе, где во многом предвосхитил и сам разъяснил концепт ленты. Вспомним, о чем он говорил. Итак, что такое апокалипсис, по мнению Тарковского? Он говорит, это образ человеческой души с ее ответственностью и обязанностями. То есть это переживание каждого. И он апокалипсис или конец света. У каждого свой. Человек способен перенести только тот болевой барьер, который ему доступен. В «Жертвоприношении» конец света или ядерная война тоже у каждого своя. Она одна у тех, кто отдает приказы, другая у тех, кто от них гибнет. Мы смотрим на апокалипсис глазами Александра, человека, который видит в этом не только трагедию, но и шанс. Я всю свою жизнь ждал этого. Вся моя жизнь была ожиданием вот этого самого. Александр решает действовать. Без действия Тарковский воспринимает как страшный грех. Он снова цитирует откровение Иоанна. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Равнодушие, без участия – это преступление перед Богом. А дальше Тарковский как будто заранее оправдывается за то, что его картину будут называть религиозной или христианской. Он приводит в пример Достоевского и говорит, «Существует версия, что это религиозный, православный писатель, который рассказал о своих поисках и о свойствах своей веры». Но Тарковскому кажется, что это не совсем так. Он говорит, что Достоевский сделал свои великие открытия только лишь потому, что был первым из тех, кто ощутил и выразил эти проблемы бездуховности, потому что самое трудное – это верить, потому что надеяться на благодать, в общем-то, невозможно. Конечно, счастлив человек, которого посетило это состояние, но далеко не каждый может этим похвастаться. Главное для того, чтобы ощутить себя свободным и счастливым – это бесстрашие. И такой же кризис веры в широком смысле испытывал и Тарковский. Он был разочарован в общей бездуховности. Вот тут важный момент. Хочется еще раз вернуться к нашему разговору с Константином Лопушанским. Так вот, собственно, отношения с Богом у него как складывались? Ну, понимаете, этот вопрос как бы. И вот статьи уже перед смертью, особенно много он писал, и были статьи, но это философская религиозная литература, это размышления на это тело, на тему божественного мира и взаимоотношения человека с Богом. Вот и все. Он глубоко верующий человек, этот образ его рождается из этих статьй его. Тут даже нет вопросов никаких. Но, в принципе, до этого, наверное, он более, повторяю, широко понимал эту проблему. Оно могло быть шире, уже не сто процентов конфессиональное, может быть. Но его вообще интересовало то, что по той стороне зеркального стекла находится. Так бы я сказал. Еще немного процитируем Тарковского. Александр видит свой шанс в том, чтобы спасти всех и принести в жертву себя самого. Таким образом, он и себя спасет. Спасет от бессмысленного и рутинного существования, от серости каждого дня на этом острове. Тарковский говорит, «Мы не знаем, что такое любовь. Мы с чудовищным пренебрежением относимся к себе. Мы неправильно понимаем, что такое любить самого себя. Даже стесняемся этого понятия, потому что думаем, что любить себя, ну, это значит быть эгоистом. А это ошибка. Потому что любовь – это не эгоизм. Это жертва. Просто мы слепые. Ничего не видим. Тарковский заканчивает вот такими словами. «Я бы, например, совершенно не мог жить, если бы знал пророчества о собственной жизни. То есть, видимо, жизнь теряет всякий смысл, если я знаю, как она кончится. В незнании человеческом есть надежда. Незнание благородно. Знание – вульгарно». И это 1984 год. В 1985 он возьмется за жертвоприношение. А в декабре 1985 того же 1985 узнает свой страшный диагноз – рак горла. Это было не на месте. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и давайте не забывать, за две недели до премьеры жертвоприношения в Каннах взорвался четвертый энергоблок на Чернобыльской атомной станции. Это была новость, которую обсуждал весь мир прямо во время премьеры шведского фильма, русского режиссера. Швеция ведь первая заявила о радиации, а мы были этой радиацией причиной. То есть ощущение конца света не было исключительно художественным, а потенциальном конце света более-менее в любой день говорили. Критик Алексей Васильев писал нам на Кино ТВ, что когда они мальчишками смотрели жертвоприношения, самым непонятным было условие сжечь свой дом, отказаться от семьи во имя спасения мира. Но все дальнейшие события показали дальновидность пророчества Тарковского. Чтобы мир выстоял, пришлось закончиться Советскому Союзу. Да на протяжении всей мировой истории, что уж там люди отказывались от дома, чтобы построить нечто новое. Соединенные Штаты Америки создали эмигранты. Сегодня страны Европы пошли по пути лишения национального своеобразия, а затем в этой объединенной Европе замелькали мусульманские платки, зазвучали языки Востока. Все меняет свои формы. Привычный уклад приносится именно в жертву следующим поколениям. Тарковский говорил, жертвоприношение – это то, что каждое поколение должно совершить по отношению к своим детям. Принести себя в жертву. Готовил себя к жизни более высокой, скажем. Изучал философию, историю религии, эстетику. Окончил тем, что надел на себя кандалы. Совершенно добровольно, впрочем. Жертвоприношение принято считать не самым эмблемным, не самым ярким фильмом Тарковского. Но и он стал референсом для многих великих произведений. Мы составили топ-3. На третьем месте один из самых известных поклонников Андрея Тарковского в мировом кино. Обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и «Каннского приза» за режиссуру Алехандро Гонсалес Иньяриту. Если бы речь не шла о жертвоприношении, а о Тарковском вообще, мексиканец мог бы и вовсе претендовать на первую строчку нашего хит-парада. Достаточно вспомнить вирусный видеоролик, где его выживший представлен как набор оммажей к фильмам нашего режиссера. Жертвоприношение среди них не самый популярный, но без цитат все же не обошлось. «Помню, как впервые увидел фильм Тарковского. Я был шокирован. Не знал, как дальше быть. Я был очарован его кинематографом, потому что неожиданно понял, что фильм может содержать такое количество смыслов, о котором я и подумать раньше не мог». Второе место. Группа R.E.M. Режиссер Тарсом Сингх и клип «Лосин Май Релижен». Видео на главный хит американской группы, за который музыканты получили две Грэмми, наполнено прямыми цитатами из последнего фильма Тарковского. Сам Сингх не раз называл режиссера одним из своих учителей в профессии, а про его собственный фильм «За пределье» Дэвид Финчер однажды сказал, «Это выглядит, как будто Тарковский экранизировал волшебника страны Оз». «Зеркало», «Ностальгия» и «Жертвоприношение» – три фильма, которые буквально снесли мне крышу. Первое место. Здесь, конечно, Ларс фон Триер. Человек, посвятивший Тарковскому своего антихриста, назвавший одну из глав нимфоманки «Зеркало» и переосмысливший жертвоприношение в меланхолии. Вопрос журналиста. Как бы хотели провести день кануна конца света? Ответ Ларса фон Триера после долгого молчания. Я бы смотрел Тарковского. При этом сегодня же мы смотрим Тарковского, ну, с пониманием его значения. А мы решили провести эксперимент. Показали жертвоприношение тем, кто не видел этот фильм. Но сказали, что это начинающий режиссер. Ну да, снимает как бы под ретро. А вот вы – фокус-группа, первые люди, которые увидели эти кадры. Ну и внимание, как говорится, на экран. Меня зовут Кристина, мне 20 лет. Меня зовут Оля, мне 30 лет, я из Москвы. Зовут меня Ренат, мне 69 лет. Жертвоприношение. Что это такое? Я кино люблю, смотрю в последнее время редко, потому что у меня много маленьких детей. У меня много там всяких любимых режиссеров. Давайте назову Робера Брессона. Наверное, мой любимый режиссер, в идеале он. Фантастика. Кино достаточно глубокое. Режиссер взрослый, много переживший уже, наверное. Либо от природы чувственный человек. Вот напряженность, именно напряженность, да. Вообще не плохого, только плохого. Вообще вот этот весь отрывок напомнил мне Сталкера. Показалось, какой-то этот Тарковский на минималках. Так, ничего такого особого не увидел. И с какой стороны я не поняла, я пыталась расслушать язык, на котором говорят актеры. Наверное, это не российский режиссер, мне так кажется. Думаю, что это зарубежный режиссер. Европейский, возможно, французский. Немец. Сегодня у меня трудный день. Это фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Андрей Тарковский, он такой, в общем-то, сильный режиссер. Я могла бы догадаться. Та-дам! Тарковский – крутой режиссер. Это признано всем миром. Значит, мы что-то выиграли. Теперь я знаю, что это Тарковский, значит, точно крутой. Мы не знаем, как бы новый мир, наш новый мир отреагировал на появление Тарковского. Вполне возможно, что режиссер проиграл бы свою войну за лайки и просмотры. Вполне возможно, что новое время оказалось бы к нему еще безжалостнее, чем то, в которое ему пришлось жить. Да и не только ему. Едва мы решили делать эту программу, первым желанием было собрать в этой студии или хотя бы съездить, снять всех участников процесса. Однако мы тут же поняли – это невозможно. Шведские артисты Эрланд Юзефсон и Аллен Эдваль ушли. Свин Нюквис скончался 15 лет назад. Однако, готовясь к программе, мы нашли русский голос жертвоприношения великого, без преувеличения, актера-дубляжа Рудольфа Панкова. Он живет в Москве, а лето проводит на даче в Смоленской области, недалеко от города Гагарина. И, конечно, мы поехали прямо туда. 170 километров от Москвы – проселочная дорога. А вот и Рудольф Панков, человек, которого все слышали, а не видел почти никто. Здравствуйте. Я Максим. Я Рудольф Николаевич. Это мы знаем. Это ваш Готланд. Да. Участок шесть соток, яблоки сливы, собака по кличке Чудо. Ну, Чудо. И это я так его назвал. Чудик. Чудик, мой хороший мальчик. Последние годы он работает мало, здоровье не то на экране, куда больше интересует футболчим. Но именно его голосом в России говорили Махатма Ганди. Может, я не прав. Агент Кей из «Людей в черном», да и вообще почти весь Томми Ли Джонс. Все в порядке. Пришельца не было. Ганнибал Лектор и весь остальное, Энтони Хопкинс. Доброе утро. Профессор Брум из «Хеллбоя». Не подведите. Жак и в Кусто. Желтые реки исполняли человеческие потребности. Чумозоид. Сейчас я убью тебя одним ударом. И даже мистер Бернс. Вам нужно мое электричество, да? Если бы за столько фильмов, которые я сделал, можно было давать какие-то премиальные призы, я был бы на первом месте. В каноническом первом дубляже жертвоприношения других голосов, кроме его, нет вообще. Не знаю, может быть. Не может быть, а определенно так. Вполне возможно, я и говорю. Вообще, когда первый раз услышал свой голос, голый голос, мне жутко не понравилось. Как всем. Ужасно. Но потом, когда начал работать, когда начал, как говорится, работать с голосом, ну, я не знаю, как это надо было делать. Вот чуть гибче, что ли, черт, что я знаю. Не знаю. Но что-то я начал думать, когда произносил текст. Кто именно принес ему текст Тарковского, Панков не помнит, но помнит, что над стопкой сидел долго. Постепенно вникаешь в текст. И понимаешь, что это Тарковский, что это что-то такое необычное. Хотя от одного текста проку немного. Панков вообще признается, что не любит готовиться к звучанию по сценарию. Проще тогда уж с листа читать, прямо по ходу фильма. Физиономия должна быть на экране, под которую я должен говорить. Если нету этого лица, вот дернулась у него там века, дернулась губы как-то иначе, улыбка, полуулыбка. Уже под это играет голос. Тут же реагирую. Тут же реагирую. Текст вот здесь, а экран вот здесь. Ну, каким-то образом приспосабливаешься. Большие режиссеры часто выступают против дубляжа. Кубрик завещал показывать широко закрытыми глазами только с субтитрами. Сокуров сам озвучил Фауста. То же самое с жертвоприношением. Один монотонный голос, никакой полифонии. Вот только он не был записан под руководством режиссера. Панков даже ни разу не встречался с Тарковским, который умер в декабре 86-го до выхода фильма «На родине», не услышав, как жертвоприношение звучит на русском. Если бы вы встретились, вот что бы вы спросили? Даже не знаю. Даже не знаю, что бы я спросил. Я бы его расцеловал. Когда я озвучил это все дело, мне многие говорили как комплимент, что это я сделал неплохо, здорово. Потому что как-то пространно было с текстом, свободно было. Остальное невозможно смотреть. А с вами было очень здорово, и очень вы вникли в это все. Я не испортил, как говорится, своим голосом этот фильм. Я не испортил. И приеду на своего рода. Говорю, где папа? Начали вы слово. А почему папа? Он задает этот вопрос, анонсируя новую жизнь. Тарковский говорил, мой фильм называется «Жертвоприношение». Разве готовность к жертве не должна являться естественным состоянием души? Он говорил, я хочу поднять вопрос о значимости личной ответственности и личной веры человека, способного взять персональную ответственность за судьбы мира в противовес общественной безответственности, царящей вокруг. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Спасибо, что были с нами два с половиной часа кинопоказа. Оставайтесь на Кино ТВ. Потому что мне кажется, что этот мир, он создан не для того, чтобы человек был счастливым. Хотя многие считают именно в этом смысл существования мира, в котором мы рождаемся. Мне кажется, что он существует для того, чтобы бороться, чтобы внутри нас боролось добро и зло, и добро побеждало, и тем самым мы развивались духовно. Продолжение следует...